Одной из центральных тем обсуждения стала борьба с самовольно возведенными зданиями. Сегодня удалось остановить волну хаотичной застройки, однако полностью проблема еще не решена. Активно продолжена работа в прошлом году по борьбе с самовольным строительством на территории Краснодарского края. В целом суды края не допускают ошибок при рассмотрении дел указанной категории, принимают решение о сносе построек, установив, что объекты возведены с нарушением требований, установлены генеральным планом, правилами землепользования и застройки. Вы уже около 1700 отказов дали на ввод, эксплуатацию самовольных строений. Это не должно быть такой акции. Вот здесь должна быть принципиальная позиция общая, что больше самостроем в нашем крае нет места. Весь музыкальный микрорайон узаконен судебными решениями. Коллеги, вы же тоже должны быть последовательны. В одном производстве слушается дело о том, чтобы признать его самостроем или нет, а в других производствах признаются право физических лиц на квартиры. Еще они там регистрируются. И как потом в главе местного управления или судебным приставом снести этот доктор? Вы знаете, мы не остановим до тех пор, пока судья, которые принимают такие решения, будут оставаться судьями. Венеемин Кондратьев призвал суды и края занять принципиальную позицию в отношении тех, кто трудоустраивает нелегальных мигрантов. Сегодня в регион прибыли на заработки 65 тысяч иностранцев. Из них 26 тысяч так и не получили патенты. Есть организаторы трудовой деятельности мигрантов. Они у нас почему-то выпадают из правовой оценки. Я здесь ко всем коллегам обращаюсь, которые стоят, в том числе и президиуме. Просто так трудовой мигрант не приедет. Где-то есть работодатель. Вот работодатель должен, коллеги, нести ответственность за то, что он где-то приютил вот этих нелегальных трудовых мигрантов. Именно от судебных решений зачастую зависит настроение в обществе. Ведь за каждым делом судьбы конкретных людей, напомнил глава региона. И от непревзятости судей растет доверие в целом к власти. Люди, поверьте, они не делят власть на судебную, исполнительную, законодательную. Для них власть, она по большому счету одна. И когда они обращаются в суд, они обращаются за справедливостью. Все в этом зале сидящие люди. Люди, которые просто находятся в статусах судей. Я надеюсь, что не все же вы ездите все-таки на дорогих автомобилях с затонированными стеклами. И реально видите, какая вокруг жизнь. Поэтому закон должен быть для всех един, невзирая на должность, на социальный статус. И я надеюсь, что эта фраза, теперь правосудие мне по карману, она существует только в фильме. Всего же за минувший год суды Край рассмотрели 30 тысяч уголовных дел. Отличившимся сотрудникам ведомства Вениамин Кондратьев вручил почетные грамоты и благодарности.